Белая Русь – организация, объединяющая в своих рядах инициативных, творческих людей, имеющих активную гражданскую позицию и желание сделать этот мир лучше. Не исключение в этом смысле первичка Ленинского района. Уже не один год она объединяет в своих рядах руководителей местных предприятий, ведущих специалистов производств. В целом для членов Белой Руси все эти события, которые проходят в нашем обществе, они не безразличны нам. Мы изучаем и мониторим ситуацию населения, мы проводим разного рода опросы, мы встречаемся с членами трудовых коллективов. Сегодня в нашей организации насчитывается 56 первичных организаций. В рамках отчетно-выборной конференции, которая проходила в стенах детской городской поликлиники номер один, были подведены итоги деятельности объединения за последние несколько лет. Инициативный коллектив организации за это время принял участие в большом количестве акций и мероприятий. Не остался в стороне от благотворительных праздников и встреч. Все это удалось осуществить благодаря особому отношению представителей ленинского коллектива организации к тому, что они делают, и желанию помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. На одном из наших семинаров обучения с предложением выступила посетить просто предприятие и первичную организацию наш председатель первичной организации детского сада номер 10. К моему сожалению, я до председательства Белой Руси даже не знала, что в этом детском саду у нас есть две группы детей-инвалидов. Посетив это детское учреждение, конечно, мы заинтересовались этим вопросом, и нам стало небезразлично пребывание этих детей в этом дошкольном учреждении. Сейчас мы проводим активную работу в подготовке к субботнику, чтобы помочь этому детскому учреждению организовать территорию, площадку для этих деток. Кроме подведения итогов деятельности объединения за два года, в рамках конференции состоялись выборы нового руководителя Ленинской районной первички. Единогласно была поддержана кандидатура главного врача детской городской поликлиники номер один Татьяны Авдейчук. Говорят, что лучше помогать другим, чем просить помощи у кого-то. Поэтому мы готовы именно на помощь, на какие-то хорошие дела. Посадку деревьев, и субботники, и все остальное. Человек, который чем-то, какой-то идеей вооружен, он тогда сможет свернуть город.